В Ниссире спахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс, открытие которого местные жители ждали почти пять лет. Строительство объекта затянулось по ряду различных причин. Одна из главных – несогласованность между заказчиком администрации Заполярного района, муниципалитетом и подрядной компанией. Впрочем, все это в прошлом. Новый ФОК уже принимает первых посетителей. Работает сразу несколько секций. При этом для сельчан они абсолютно бесплатные. Какие теперь задачи ставят перед собой любители спорта и где в ближайшее время может появиться подобный комплекс? Расскажем в следующем материале. Настенные часы, запакованные в коробку, ноутбук и полиэтиленовые пакеты с вещами. Александру Коткину разобрать предстоит многое. Говорит, хлопоты приятные. Ведь открытия ФОКа он ждал с нетерпением. А молодой заведующий не понаслышке знает, каково это – жить в большом селе без хорошего спортивного комплекса. До его появления местные занимались в крохотном школьном зале. Принять всех желающих он, конечно, не мог. Проводить секции или турниры в таких условиях было крайне сложно. Сейчас все по-другому. Площадь ФОКа порядка 900 квадратных метров. Александр уже задумывается организовать здесь первые официальные соревнования. Ты занимаешься, тебе надо выплеснуть куда-то свои эмоции. Тебе надо как-то разрядиться. Ты вроде как к чему-то готовишься и надо как-то реализовать, так сказать, себя. Огромная универсальная площадка с баскетбольными кольцами, волейбольная сетка и мини-футбольными воротами, укомплектованный тренажерами зал, уютные раздевалки и даже душевые комнаты. Таким условиям позавидовали бы многие фанаты здорового образа жизни. Первые бесплатные секции заработали еще в середине июля. Желающих оказалось немало. Так как у нас общие массы не так, чтобы широко занимаются, а есть какие-то любители спорта. Это в основном игровые виды. Вот дети, были дети, потом подзрослели, они как игровыми видами спорта в школе заинтересовались, так и дальше. То есть это баскетбол, волейбол. Раньше мы играли на улице большой футбол, сейчас на мини-футбол перешли, потому что зал. Есть все-таки площадка более качественная. Мини-футбол внести вообще на отдельном счету. Игрой номер один в мире здесь болеет едва ли не каждый школьник. Кто такие Иньеста, Санчес или Дебрюйне, объяснять ребятам не приходится. Не так давно на универсальном поле под открытым небом местные власти постелили искусственный газон. Теперь здесь играют с утра и до позднего вечера. Юные футболисты не скрывают свои радости. Летом и осенью гонять мяч можно на улице, а вот зимой и весной в новом спортивном комплексе. Иногда в свободное время просто ничего дома сидишь. А тут подержи фок, либо в качалку, либо тут же футбол, баскетбол, волейбол. Завершить возведение фока в НИСИ подрядная компания должна была еще в 2012 году. Но случилось то, к чему в регионе уже привыкли. Строители каждый раз обещали устранить недоделки, однако по факту этого не происходило. Но важно другое. Важно, что в населенном пункте появился объект спортивной инфраструктуры. Появилось место, где ребята могут... Понятно, летом это замечательная коробка на улице, а зимой в межсезонье играть. В замечательном зале, который большой, который позволяет играть и в мини-футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Не только дети, но и также средний возраст, и наши пенсионеры. Там стоят замечательные тренажеры, есть зал, теннисный зал. Поэтому есть возможность потратить свою физическую энергию. Есть возможность приобщиться к здоровому образу жизни. Подобный спортивный комплекс в регионе их возводят по типовому проекту. В ближайшее время могут открыть и в Андерме. Там ситуация аналогичная. Попался недобросовестный подрядчик. В НИСИ тем временем не могут нарадоваться. Ведь теперь у местных жителей есть прекрасная возможность проводить вечера не дома, сидя за телевизором, а в постоянном движении. Местные шутят. Фокселя теперь есть. Осталось вырастить хороших спортсменов. Вообще, задача на ближайшее будущее – подготовить команду, которая сможет достойно выступить на спартакиаде в Коткино. Она состоится весной следующего года. Поэтому времени еще предостаточно. Олег Хатанзийский, Александр Дуркин, телеканал «Север», село Несь.